Игра, на мой взгляд, была такая боевая, тяжелая. Поле такое, да, я в любом случае признателен ребятам за то, что они в физическом плане выдержали 90 минут. На мой взгляд, это достойная ничья. У меня каких-либо претензий к ребятам нет. Есть определенные шероховатости. Конечно, нам немножко не хватает впереди. Впереди мы не можем, скажем так, забить какой-нибудь решающий такой мяч. Все-таки очень много хороших комбинаций было. Разыгрывали мяч. Вроде бы и последний пас такой сегодня у нас проходил. Но не хватило нам, скажем так, давления в атакующих действиях для того, чтобы забить. А так, достаточно, еще раз повторяю, боевая хорошая ничья. В принципе, игрой я доволен. Но некоторые позиции, естественно, нам надо усиливать. Как вам воронежские болельщики, которых вы можете с полным правом назвать родными? Ну, вы знаете, для того, чтобы назвать родными, это одно. Вы как-то сказали тогда, Воронеж, город, я родился здесь, я вырос. Здесь мои родные, здесь моя мама похоронена. Но на данный момент сегодня, наверное, в большей степени родные болельщики были для меня торпедовские. Поэтому, наверное, в этом плане я так должен сказать. А то, что касается атмосферы на футбольном поле, то я всегда знаю, что здесь болельщики очень переживают за факел. Очень много приходит сюда болельщиков. Город футбольный. Вот это я убедился, когда мы здесь приезжали со сборной, практически не было билетов. Поэтому, еще раз говорю, город футбольный. Вот и болельщики, факелы молодцы, что так поддерживают свою команду. Здесь, наверное, тренер, факелы должен быть признателенный. Потому что, действительно, такая атмосфера, хорошая атмосфера сегодня была. И в этом плане, да, болельщики молодцы. Александр Евгеньевич, если непосредственно к игре возвращаться, то, на Ваш взгляд, насколько над ребятами все-таки давлял сегодня груз ответственности за результат? Насколько это, может быть, чуть-чуть помешало более агрессивно сыграть в атаке? Ну, я думаю, да, груз ответственности определенный есть. Вы видите, мы боремся вот за эту четверку, да. И, наверное, по первому тайму, наверное, вот этот груз ответственности был, да. Но во втором тайме мы немножко видоизменили игру. Вышли достаточно неплохо, вышли наши молодые игроки. Вот поэтому, ну, повторяю, борьба продолжается до последнего тура. Конечно, может быть, нам впереди, я соглашусь с вами, не хватает вот такой агрессии. Агрессии, где нападающие должны вот додавливать, додавливать и моменты превращать в голы. Я уже это много раз говорил. Поэтому здесь вот нам нужно поработать в плане таких нападающих, которые должны... Ведь от чем отличается нападающий? Это его забитые голы, его агрессия и плюс игра на команду. Вот, к сожалению, сегодня у нас этого не получилось, потому что все-таки мы пытались уже в концовке выдвинуть наших двух полузащитников, сыграть, скажем так, две ложные девятки. Вот, вроде бы игра в концовке пошла, но, повторяю, нам нужно все равно создавать давление и забивать голы. Вот здесь нам немножко в этом плане сегодня не хватило. Болонюк заменил... Точнее, Адаев заменил Болонюка. Что скажете про действия Влада? Показалось, что несколько раз он здорово обострял, уходил на фланги. И, в общем, довольно полезно провел отведенное ему время. Да, согласен. Он сегодня сыграл на команду, очень полезно. Но я бы хотел предысторию. Естественно, мы с ним поговорили. Я ему сказал, ты давай, у тебя есть хорошие качества, у тебя есть скорость, у тебя есть дриблинг. Ты должен доказывать в тренировочном процессе, что он и сделал, проявлять характер. И будут играть, повторяю еще раз, те игроки, которые показывают свой характер. И в сегодняшнем матче я очень остался доволен им. Если он и дальше, вот этот игровой тонус у него будет, то такой игрок, естественно, нам необходим. Потому что он умеет обыгрывать один в один, умеет создать острый момент. Сегодня он вышел, и я считаю, что помог команде, да. Остается один тур всего до окончания первенства официально. Определились ли вы уже хотя бы у себя в голове с теми футболистами, которые летом команду покинут? Или пока у каждого есть шанс, еще может быть последний шанс себя проявить? Ну, за этот месяц я в какой-то степени уже, да, для себя сделал определенные выводы, естественно. Мы будем разговаривать с руководством клуба по всем этим вопросам. Потому что, конечно, последнее решение, все-таки мы совместно должны с руководством обсуждать те или иные вопросы. И поэтому я считаю, что, да, какие-то выводы мы сделаем. Естественно, нам нужно усиление, нам нужна конкуренция. Я считаю, что посмотрим после последней игры, если у кого-то появится шанс в тех игроках, в которых мы, может быть, сомневаемся, то здесь надо им доказывать. А так, есть те футболисты, которые, повторяю, преданные клубу «Торпеда». И мне бы хотелось то же самое, чтобы приходили в клуб футболисты, которые, скажем так, ДНК «Торпеда» имеют. Вот для этого нам необходимо усилить, еще раз говорю, 3-4 позиции. В остальном всеми ребятами, еще раз повторяю, я доволен. Молодыми, как они прогрессируют, доволен на данный момент, так, как мы работаем. Но, повторяю, конечно, критерий в любой сфере – результат. Вот после последней игры результат. Посмотрим, как сложатся игры, посмотрим, как мы сыграем. И поэтому после этого какие-то выводы сделать. А так, на данный момент я зашел в развивалку, сегодня сказал, достойная ничья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok